приветствую всех участников конференции повторюсь меня зовут анатолий рыбин у меня производство вместе с партнером это фабрика который производит мед и занимается оптовыми поставками торговые сети мы начинали свой путь ну как бы докризисное время с продукта который в итоге в общем то сменился и в итоге мы изменили свои бизнес-модели изменили продукт это было после к вида очень активно мы это сделали и сменили скажем так направление выбрали рынка рядом который находится и выросли то есть вот благодаря такой смене направлений смогли вырасти я сейчас расскажу о советах которые мы сами внутри себя компании пережили и которым я могу поделиться с вами но повторюсь еще компания работаем с местными сетками это еще и к тому же есть некоторые федеральные сети у нас есть цех свою собственную команду из 15 человек и мы отгружаем около 60 50 70 тонн продукции в месяц сейчас я постараюсь переключить работаем с различными партнерами так выглядит наша продукция можно посмотреть дизайн в общем чем хочу сразу сказать раз уж мы на формуле на конференции формула бизнеса то какая работающая формула бизнеса по моему мнению на мой взгляд самая основная самая которая востребован это когда у вас есть большой рынок и есть массовый продукт в основном все остальные другие модели как правило часто на мой взгляд не работают ну например другая модель когда маленький рынок здесь есть трудности с продажем с регулярностью продаж я подробнее об этом расскажу вот такая модель я считаю она самая эффективная потому что у вас есть стабильный большой рынок на который вы можете выйти и получать регулярные заказы ну вы вы вот как бы следствие работы на большом рынке допустим торговый ритейл он предполагает за собой низкую маржинальность бизнеса то есть вы учиться работать на маржинальность 15 25 процентов и это для вас норма когда в отличие от каких-то проектных направлений когда например есть маржинальность там до 40 50 процентов и выше или войти сфере гораздо выше проектной работы оценивается но вместе с этим есть и большой объем отгрузок или заказов это например может быть много мелких заказов как у розничных интернет магазинов маркетплейсов или торговых сетей с небольшим чеком или же как в нашем случае при оптовых отгрузках и производстве это небольшое количество заказов но с большим чеком финансы вам нужно учиться работать финансами будет очень много чужих денег будет деньги поставщиков контрагентов сырье которое у вас лежит на складе и все остальное с нужно уметь работать как бы следствие работ на большом рынке денег много и они не ваши если вы не умеете их считать ну будут проблемы кассовые разрывы нужно иметь очень хорошие технологии отработанную аналитику которая с помощью которого вы можете анализировать свой бизнес вы должны его оцифровать должны понимать какой объем отгрузок делаете сколько продукции производится и по возможности автоматизировать рабочие места сделать так чтобы все основные операции которые повторяющиеся делались ну rpa роботик процессов автоматизейшен с помощью каких-то инструментов или же ну насколько вы можете что-то около того мы свое время активно пользуюсь битриксом 24 и роботы с рэм и других инструментах там очень сильно помогали срок таких роботов уведомлений отправок email сообщений при получении заявки всего остального реально сокращает расходы и позволяет быть конкурентами регулярных заказов тут очень важно это прогнозируемый как правило бизнес поэтому такая большой рынок дает вам возможность плановой загрузки своей компании неважно из производства или нет но собственно говоря если маленький рынок то очень часто это не бизнес очень часто это самозанятость когда человек непосредственно получает деньги за то что сам производит за то что сам делает физически в этом есть определенная трудность перестройки мышления своего он часто уникальный если рынок маленький услуга какая-то такая которую может делать он только сам портной например или косметолог и сложно вырасти промасштабироваться если человек уйдет из бизнеса и бизнес тоже закроется и соответственно в небольших рынках ну ценится якобы очень высокое качество на массовом рынке это не нужно нужно не очень высокое качество достаточное качество допустимое для этого рынка в нормах там госта или в нормах решения задач клиент с которыми работать если это агентство допустим какое-то решили задачу клиента этого достаточно не нужно сделать сверх чего-то в этом ну как бы основные такие инсайты собственно говоря начнем советов ну выбирайте большой рынок то есть важно работать на нем потому что стратегия работы на большом рынке позволит вам в итоге научиться работать с большими объемами планировать деятельность финансы и после у вас появится возможность запускать какие-то смежные интересные новые продукты с более высокой мажидальностью на низших каких-то рынках это будет просто проще делать как быстро оценить объемы рынка но для начала можно вбить и ннк ваших конкурентов на порталах справочниках которые собирают данные посмотреть динамику выручки ну мой совет хотя бы оценивайте ищите конкурентов с рынком но от миллиарда выручки хотя бы в год чтобы вы не чувствовали если в региональной компании вы не чувствовали проблем с ростом если вы сразу работаете там в центре россии или на экспорт то конечно выручка конкурентов должна быть больше это вам просто позволит ну как бы при про при прочих правильных определенных вещах вам позволит быстрее расти и не останавливаться запросы в поисковиках посмотреть объем запросов какое количество запросов большое смежные запросы какие есть то есть так можно тоже оценивать интерес людей и потенциальный спрос ну и собственно говоря инструмент посмотреть подумать головой посмотреть на то что есть на рынках на полке чем люди пользуются посмотреть вокруг себя и это дает возможность понять а что вообще людям интересно в целом ну для примера круги эллеры позволяют очень круто оценить объем рынка и понять вообще вложенности рынка в друг друга вот вне этой всей картины ну там условно говорю рынок финансов да и он уже может подразделяться на все остальные вот например у нас одна из проблем была почему работали вот мы работали в красном от рынке очень маленький где есть рынок меда рынок меда с орехами и рынок крем-меда продукции которые мы продавали и в итоге как бы объем объем рынка нету но когда мы перестроились на другой рынок вы появился масштаб появились заказы по два с половиной по три миллиона по четыре и выше и выручка стала гораздо сильнее расти потому что вы стали выходить другой рынок и стали иметь возможность работать совершенно с другими цифрами но есть сочетание рынка друг с другом то есть когда есть например ваш продукт может может совмещаться с рынком подарков или с рынком еще чего-то то есть нежные направления на свое время там разные компании все топ-5-10 заказывали корпоративные подарки когда-то идем дальше устранить ограничения но в любом любой компании есть ограничение определенные и любую компанию можно представить как цепь отделов если услуга ваша компания начинает напрягаться и начинает нагружаться работой то цепь всегда рвется в определенном месте в самом слабом месте в самом салу на звене и очень легко это представить когда разделив компанию по отделам когда компании есть отдел маркетинга отдел продаж закупки бухгалтерия производства и суть в чем ограничение либо внешне либо внутренне вот внешне ограничение это ограничение рынка когда рынок вам не позволит расти больше не позволит увеличивать выручку если локальный групп то вы не сможете добиться очень большой выручки там 500 миллионов в миллиард и выше к примеру а если ограничений в рынке нету то тогда они перетекают на внутрь компании условно говоря отдел маркетинга получается что если он узкий к примеру и маркетинг не успевает обрабатывать собирать заявки то как бы не раздували отдел продаж это не позволит выручки сильнее увеличиваться и расти больше и больше или же если например очень часто история у производственных компаний когда например бухгалтера выставляют счета когда это могут делать просто менеджер по продажам и часто встречающиеся ситуации когда просит выставить счет и жду там день два три просто из-за того что неотважный процесс и в итоге какой-то отдел сужает общее звено общий поток денег и не позволяет расти это есть ограничение его нужно определить его нужно понять и перенастроить его нужно снять такое ограничение это дает рост всей производительности системы построить об структуру часто в бизнесах ок структуры не выстроены непонятно кто за что отвечает где находится собственный какими задачами он занимается где директор и по отделам все зачастую намешано и самый простой способ как можно вырасти это расписать всех своих сотрудников по отделам кто чем занимается и отдел размещаются по ходу движения клиента вашей компании начинается все с маркетинга это и ключевая задача собственника в том числе маркетинг и понимание где на каком месте будет находиться компания отдел продаж кто обрабатывает заявки или же это marketplace где отдела продаж там по сути нету отдел закупок отдел производства отдел учета в офис менеджмент например отдел бухгалтерии и финансы и каждом деле важно прописать кто ответственный за этот отдел кто руководитель отдела это либо сам директор если он принимает решение и находится и не хватает сотрудников чтобы делегировать какие-то задачи и какие сотрудники что они выполняют что они делают в итоге в компанию на входе всегда заявки и обращение какие-то заказы на выходе собственно говоря деньги и повторный цикл но и в каждом внутри каждого отдела есть также определенные данные которые входят в этот отдел и данных которыми которые выходят из этого отдела и принимаются следующим отделом когда вы можете выстроить так структуру свою собственную и понять кто где находится кто за какие зоны отвечает отдел маркетинга работы допустим там контекстная реклама поисковые все остальные отдел продаж где он работает в чем в чем он работает с кем с какими клиентами с помощью чего презентации скрипты и так далее закупки в какой программе с помощью чего планируют закупки учет склада выстраивая вы понимаете как ваша компания дышит какие у нее слабые места и наводится порядок не происходит вопросов а кто что за что ответственные почему я потерял задачи и так далее даже без каких-то сложных инструментов делегирования я встречал примеры когда даже так делали об структуру компании на коленке не то что на салфетке а просто вот просто быстро накидывает ну продумывайте компанию то что если вы собираетесь работать бизнеса вообще неважные условия никакие можете делать чего угодно контролируйте показатели 4 очень важно компании видеть цифры ну собственно основные показатели какие у нас получаются это три отчета отчета при блях и убытках dds и баланс компании из этих отчетов в общем то становится все понятно у компании практически с первого взгляда и и выручка без ндс переменные и постоянные расходы все остальные показатели долги беды и после у нас идут прибыли которые делятся инвестиции и развитие дивиденды dds для того чтобы планировать финансовые потоки денежные потоки ваши обязательства хватит ли денег у вас или нет и предвидеть кассы разрывы и баланс компании сырье и товар на складе чье оно то есть сырье которое у вас на складе это ваше сырье или это сырье поставщиков и товар ваш и когда вы должны оплатить и вот из этих показателей получается ваша в итоге прибыль это каким количеством денег вы можете оперировать и сколько в итоге зарабатывает ваша компания в действительности научиться работать кредитными займами тут как дело в чем когда вы работаете в бизнесе с длинным плечом с длинными кредитными деньгами ну придется научиться работать с банками и с кредитами и нарабатывать кредитную историю когда например у вас расширяется новый регион и вы выходите в какие-то сети или планируете масштабироваться то вот условно говоря у меня задача была на этой неделе за две недели найти 10 миллионов рублей ну то есть надо уметь надо понимать как это делать быстро находить это и банки и частные займы например и это все очень важно еще понимать фиксировать и вносить с этим работать потому что когда бизнес растет ему нужные деньги и с этим деньгами очень важно правильно обращаться есть некоторые принципы каким образом учитывать деньги в компании ну первое это обеспечение беря деньги под оборотные средства вы должны обеспечить эти деньги то есть вы должны обеспечить возврат этих во первых тела займа а процент уже выплачиваются из вашей прибыли то есть когда вы понимаете вы взяли миллион потом 20 годовых у вас 200 тысяч процентов через год будет то миллиона должны обратно вернуть виде взятия денег из выручки которая вам поступит через какое-то время а 200 тысяч процентов это то что будете уплачивать своей прибыли после этого это важно понимать и разделять а если вы берете деньги под отгруженные заказы с отсрочкой то это факторинг называется можно загуглить посмотреть ну или при сырье если у вас уже постоянные есть заказы постоянный объем и вы понимаете плановую загрузку его заказы наперед то тогда вы можете финансировать свой свой бизнес уже под под такую постоянную работу под сырье и понимать сколько вам потребуется когда деньги берутся под какое-то оборудование здесь лучше всего как часто часто бизнес который имеет там прибыль например он может свои деньги захотите кинуть в инвестиции в оборудование еще что-то обучение но это не обязательно делать и часто деньги в компании нужны в любой момент могут потребоваться поэтому как правило это берут берется лизинг под оборудование или кредит под какие-то истории и эти платежи размазываются надо просто правильно уметь с этим работать они допустим на готовый берете ли на 2 и в итоге не замораживайте день не замораживайте прибыль не выкидывайте и она может понадобиться на выплату дивиденд на выплату фондов каких-то резервных и так далее и лучше понимаете выравниваете ваш dds плюс учитывать все графики платежей все таблицы которые дают банки их нужно оцифровать вынести написать дни платежей когда вам какие деньги потребуются по неделям это помогает вам предотвратить косые разрывы очень такую неприятную вещь учитывать факторинговые деньги все остальное можно в таблице в сводные по заказам контрагенты которые дают деньги сколько оплачено в этом заказе сколько нет имеете вы право брать займы или нет и так далее это все нужно выводить уметь с этим работать оцифровать и планировать понимать когда какие деньги надо отдавать разделять по контрагентам сколько денег вы должны под какие заказы это все очень важно для любого бизнеса об этом практически нигде не говорят но тем не менее умение работать с финансами это ключевое преимущество правильно посчитать себестоимость к себестоимости у нас очень часто большие проблемы предприниматели они не умеют верно рассчитывать потому что засовывают либо все либо очень не точно считают к себестоимости нас относится как правило все перемены расходы бизнеса те расходы которые появляются в момент отгрузки в момент оказания услуги какой-то ну это сырье в первую очередь если это производственная компания допустим тара упаковка этикетки и все остальное то что вот когда вы отгрузили вот это от вас склада уехала это сырье это перемены расходы часть себестоимости если в этот момент когда для того чтобы сделать такой заказ и он уехал потратились на отдельную оплату труда заплатили кого-то наняли специально для этого в день человек вышел 23 в это тоже засчитывайте в себестоимость закладывать некий процент определенный и получается от цены получается ваш доход или ваша маржинальность та сумма денег которую вы получаете после выплаты себестоимости для покрытия постоянных расходов налогов процентов и собственно выплаты прибыли ну как и сказал к себестоимости относится только то что тратится вместе с каждой отгрузкой или сдачи проекта для этого делается отдельная большая таблица выбираете продукт выписываете по столбцам всю себестоимость которая входит все материалы без ндс и ндс отдельно все считаете если это важно логистику все итоге получаете некий процент некую сумму допустим вас продукт стоит 100 рублей вся себестоимость к примеру там 60 рублей вот 40 рублей ваш ваш доход или 40 процентов ваш маржинальность с этой цифры вы работаете и очень легко в итоге посчитать . безубыточность и любого бизнеса вы понимаете что у вас постоянных расходов к примеру 200 тысяч рублей и ваша маржинальность 40 процентов значит вам 200 тысяч нужно разделить на 0 4 и получается 500 тысяч рублей это ваша точка безубыточность и это очень просто очень ну довольно таки грубо но тем не менее постоянные расходы это все расходы которые не связаны прямую с работы с отгрузками с оказанием оплаты то есть это оклады людей это аренда к примеру ну некоторые же бизнеса бывает без без аренды без офисов только виртуальный поэтому это постоянно расходы они напрямую прям сильно не связаны с моментом отгрузки они просто нужны для обеспечения всей работы сменить направление но как я сказал здесь очень такой момент когда вы зациклены в чем-то одно в каком-то одном направлении очень сложно переключить внимание перестроить свое мышление в нашем случае ну как бы это знаете это принцип такого игрока который пытается отыграться там в казино или же человек который очень много уже вложил средств и сил в какое-то там дело в бизнес ну и он вот верит что вот-вот станет лучше и вот-вот я отыграюсь отобьюсь мне сейчас скоро все вернется ну часто ничего не возвращается и какой-то момент нужно принять решение что хватит я там меняю направление постепенно его менять в нашем случае это переход от низшего продукта который натуральный который красивый всем нравится все вкусно здорово в ночь мало продаж к стандартному обычному простому продукту меду который поставляется в сети и совершенно с другой экономикой и вот в нашем случае нам повезло потому что мы могли перестроить оборудование на соседнее направление и это не потребовал от нас очень больших усилий это не все бизнеса могут но часто возможность такая почти всегда есть с ней направление выбрать рядом где больше денег где больше рынок и научиться чему-то там вот ну случай когда работаешь на маленьком рынке как и говорил нишевой рынок узкий яркий ярко выражена сезонность это подарочный здесь желание чем-то у человека выделяться делать что-то уникальное вот и в нашем случае у нас допустим да у нас было высокое маржинальность у этого продукта но низкие продажи и все это торговые центры во время каида они просто закрылись и умерли грубо говоря там да когда уже открылся уже никого не стало и когда звонили своим партнерам которые заказывали и чайные точки то что они говорили ну говорят мы уже занимаемся другим вообще совершенно продаем вообще другой товар и этим даже не будем заниматься но здорово вся наша кб по сути после к вида вымерла в этом направлении и некому стало гружать и совершенно другая ситуация которая параллельно развивалась торговые сети которые у нас делали небольшие объемы заказов они стали увеличивать их потому что люди не ходили в торговые центры ходили в магазины просто покупали больше продуктов питания и мы смогли на этой волне определенным образом выехать поставлять эти все больше больше объем этот сегмент рос и и мы работаем например в направлении стм очень много поставляем под торговыми марками торговых сетей где затрат на маркетинг практически нулевые кроме там каких-то дегустаций еще чего-то и это тоже один из способов снять ограничения в маркетинге работа продаж через marketplace это вот некое тоже снять и ограничения в маркетинге работа со стм в том числе рекламу за тебя делает кто-то и чьи возможности гораздо больше чем твои соответственно ты снимаешь потенциально такое ограничение маржинальность до низко но есть плановая работа ты видишь загрузку компании в итоге со временем начинаешь зарабатывать больше чем даже компании с высокой маржинальностью ну собственно вот пример производства меда и кремеда работали от одной коробки собственная фабрика мы себя позиционировали ну что это можно доступно купить оптом и делать свою наценку любом любой чайной точке после это стало просто компания которая производит мед поставщик и там стали обращаться сети потому что мы вышли федеральные торговые и ну видит производитель который может поставить большой объем ну собственно все вот так и произошел смена направления дело которое мы занимались 5-6 лет мы остановили с партнера свое время и занялись вообще соседним рядом направлением который в итоге это оказалось интереснее и прибыльнее и того если подытожить какие советы для того чтобы расти в двадцать втором году в любом случае неважно какой это будет год вам нужно искать большой рынок где есть большие конкуренты на кого ориентироваться и если вы будете делать немножко лучше чем они и видеть какие у них ошибки и проблемы вы быстрее будете расти и забирать свою аудиторию искать ограничения в этом вам очень сильно поможет книга цель или яху голдрата она безумно крутая и вне времени находится и уже там лет 50 наверно 40 актуально как никогда выстроить орг структуру компании распределить роли потому что часто хаос у малого и микро бизнеса и у среднего бывает непонимание кто то что отвечает и бывают двойные руководители когда на одном месте пересечение ответственности это проблема всегда должен быть один руководитель считать показатели уметь работать с показателями с самого рождения компании грубо говоря вы компания родилась и вы уже должны быть оцифрованы иначе никак понимать как привлекать кредиты развиваться на них уметь с ними работать или частные займы правильно рассчитывать себестоимости экономику компании в целом понимать когда она будет зарабатывать и собственно пробовать разные направления это даст вам возможность расти развиваться и быть успешными вот собственно все спасибо нет 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 анатолий не уходите да у нас вопросы вопросы и один из первых вопросов расскажите еще раз про круги эллера что же такое ну круги эллера они позволяют увидеть некие зависимости пересечения рынков или в принципе пересечения любых множеств с другими множествами очень важно понимать где ваш продукт с какими рынками пересекается или где он может быть востребован то есть допустим выбрали рынок меда внутри есть еще что-то или выбрали выбрали рынок вот для примера компания есть производственная площадка занимается распилом лдсп к примеру пилит столы столешницы но рядом есть рынок те кто непосредственно ставит кухни и вот рынок те кто делает кухни они обращаются к раз к распиловщикам допустим и те кто делают рынок кухни он сильно больше чем распиловщики потому что в кухнях и фурнитуры и разные производители и куча всего и очень часто встречается так что люди занимаются одним хотя можно две соседние области тоже закрывать допустим и вот эти пересечения областей круги друг на друга накладываются и получается возможность роста и развития вот давайте дальше вот хорошо пример привели кстати столешницы кухни почему вы выбрали именно мед на самом деле случайный выбор мне партнер продолжил заняться медом собственно так и решил были родственники которые занимались пасеками сейчас мы работаем с другими пасечниками там по по нашей области по соседним областям в целом это просто как бы я умел читать цифры заниматься рекламой маркетингом оцифровать партнер ко мне пришел сказал у меня есть родственник который вот готов фасовать продукцию давай продавать и собственно все никаких секретов ну да хорошо может ли собственник быть также генеральным директором конечно может тогда просто надо понимать что ты несешь ответственность такую если генеральный директор то ты отвечаешь за все в первую очередь за прибыль компании за его развитие стабильно устойчивое положение ты должен совмещать и разделять эти две роли то что я и генеральный директор и собственник как генеральный директор у меня есть свои обязанности в компании как собственника вообще другие собственник я могу не быть ни в одном процессе но понимать маркетинге и куда мне развиваться и искать постоянные там деньги условно говоря ресурсы какие-то а как генеральный я должен обеспечивать и контролировать через своих сотрудников работу всей компании и его развитие прибыльность этой компании чтобы она не утонула в какой-то момент ну и в общем то когда ты разделяешь эти роли то генеральный директор потом можно нанять другого человека под эту должность с чего начать битуби бизнес вот есть у меня свои безбережения там кредитов набрал чего начинается начинается с того чтобы понимать какой продукт вы хотите сделать и где он потребуется и где он будет нужен битоби бизнес всегда как правило это бизнес долгую с длинными деньгами нужен с конкурентного анализа то есть если выбрали направление продукт в котором хотите работать то посмотреть позвонить по конкурентам узнать на каких условиях они работают на каком рынке с какими клиентами партнерами то есть составить некую карту того что вообще происходит следом рассчитать приблизительно экономику то есть при каких показателях вы будете в плюсе окей пускай вы будете там на низкой маржинальности работать вначале но вы сможете допустим просто скоростью работы взять к примеру некоторые клиенты не будут работать с маленькими некоторые не могут работать с крупными и вы здесь всегда можете себя как-то встроить в этот процесс и начать степень то есть выбрать направление выбрать конкурентов посчитать посмотреть экономику чем они занимаются и сделать рекламу позвонить потенциальным клиентам и все последний вопрос у нас какая самая затратная часть при переходе на новый бизнес самая затратная часть при переходе на новый бизнес да по-разному по разному самом деле в нашем случае мы брали кредиты чтобы закрыть налоги убыточного прошлого бизнеса вот нам нужно было взять кризис чтобы закрыть налоги прошлого бизнеса и начать новый но часто если это смена сотрудников то конечно зарплаты за на которые надо платить а бизнес еще не окупает может быть такое что оборудование подойдет то которое осталось от прошлого и нужно купить новый там в лизинг или в кредит на физиках допустим если не дают на юриков по ситуации ну и закупки это как правило тоже большая статья теперь точно последний вопрос вот от романа в нашем чате как начать оказывать услуги да просто взять и начать оказывать ну предложить друзьям родным знакомым на мероприятиях если чем-то занимается ходить на бизнес мероприятия выступите расскажите и а как начать оказывать услуги бизнесу собственно зависит от того какие кому требуется где не их ищут если компанию например ищет в интернете и услугу ищут интернете то вы там должны показываться если же ищут на мероприятиях и вот допустим здесь больше нетворкинг работа вы должны прийти здесь и оказывать услуги и предложить их в мероприятии в таком обычном вот надеюсь а напоминаю что с нами был генеральный директор южной пищевой компании анатолий рыбин анатолий рыбин и и анатолий рыбин